Приветствую вас, Мария. Ну, вам для начала бы имело смысл изучить, наверное, треугольник Карпмана, вот, и найти себя в этом треугольнике Карпмана, это первое. Второе. По причине того, что родители явно вас ведут себя деструктивно, и что не могло сказаться на характере вашей личности и психологических особенностях, то совершенно очевидно, что есть и у вас деструктивные модели поведения, деструктивные паттерны поведенческие, которые могут привести к тому, что и второй брак вы свой тоже развалите, как развалили первый. Поэтому очень важно проанализировать и подкорректировать ваше поведение, в том числе с мужчинами, в том числе с вашим мужем, в том числе гендерное женское поведение, для того, чтобы вы не повторили тех ошибок, которые повторили с первым мужем. Дальше. Вы пишете, что мама вмешивала вашу личную жизнь, выгоняла, оскорбляла. Мне не совсем понятна причина, по которой, точнее, я это говорю для вас, да? Если мне не совсем понятно, хочу, чтобы вы с вами над этим подумали. Причина, по которой вы, по сути, снова и снова наступаете на те же грабли. То есть, ваша мама ведет себя агрессивно, а отцу, как вы говорите, до вас нет дела. И вы приезжаете и дарите им подарки, такое ощущение, что задабливаете их. Зачем? Для чего? С какой целью? Вы так поступаете? Непонятно. Понимаете, непонятно. То есть, зачем вам такое ощущение, да, что вы вот сами, как бы, ну, не провоцируете, но сами поддерживаете эту деструктивную связь. Что с первым, что со вторым, такое ощущение, что есть у вас ожидание, что вот случится чудо, и мама, мама ваша станет себя по-другому виски, потому что, ну, очевидно, что пытается задаривать их подарком, и зачем, для чего, опять же, непонятно, да. Вот. Дальше. Что касается поведения вашей мамы, что она приезжает, если не дозваниваться, да, я думаю, что тут это решается исключительно в правовой сфере, при том, что ваша мама больна, очевидно. Это решается исключительно в правовой сфере, то есть, если на работу просто ее не пускать, я не очень понял, за что вы не терпели позора, если, надеюсь, что ваша мама, а не вы, то есть, какое отношение вы имеете к своей маме, то здесь вот имеет место быть не отделение, да, не ограничение себя от мамы, не отвлечения себя от других людей, проблемы личных границ, с чем я тоже рекомендовал бы вам поработать. Вот. Это решается в правовой сфере, то есть, вы обращаетесь в милицию в случае чего, и все, как бы, ваша мама просто уводит, и, собственно, ну, как бы привлекает к ответственности за такого рода действия, если ей будет поставлена диагноз, что она не отвечает за свои поступки, и ей будет назначено принудительное лечение. Вот. То есть, по факту, это решается исключительно в правовой сфере с юристом. Вы можете, например, подать на маму в суд за преследование, если она вас преследует, ну и так далее. То есть, все это решается, но это не лечит вашей, скажем так, психологической проблемой, и тех психологических травм, которые у вас остались в результате, в результате того же детства к детству, когда отец замбил, маму зашил и прочее. Вот. Это не лечит проблемы отсутствия личных границ. Это не лечит, ааа, проблемы вот того, почему, почему вы снова и снова приезжали к своей маме, зная, как она себя ведет, и более того, хотели внучку обречь, на то, чтобы она жила с дедочкой и бабочкой. То есть, ваши мамы и отец, которые вели себя по отношению к вам так, как вы описывали, вы хотите, чтобы они взаимодействовали с вашей внучкой. Зачем? Что могут хорошего эти люди дать вашей внучке? Поэтому, Мария, я не знаю, может быть, вы чего-то не написали, может быть, может быть, вы что допустили, но картина получается такая, что вы снова и снова, эээ, как бы делаете шаги по отношению к людям, которые для вас опасны как психологически, так и физически. Мама. Вот. И, вот, и ребенка своего подругаются опасности, и мужа своего тоже подругаются опасности. Я не очень, кстати, думаю, что муж боится вашей мамы, то есть, вот, опять же, интересная история, что мама звонит вашему мужу и угрожает ему выбихнуть челюсть. Ну, как бы, любой мужчина, он подобные заявления воспринимает, мягко говоря, снисходительно, да? Да, значит, это все-таки женщина, но женщина пожила, она ничего сделать не способна мужчине, ну, я говорю, физически, физически здоровому мужчину, вот. Поэтому странно то, что вы переживаете, и вот то, что вы боитесь, да? Слодчик говорит о том, что вы себя не защищаете, не защищаете. Своего не обеспечивать. И это, конечно, больше, наверное, вопрос даже не к вам, к тому, как у вас 9-ницечный ребенок, у 9-ницечный ребенок может быть обострен и прочее, хотя это не решает, как я уже сказал, тех проблем, которые я описал. Это вопрос больше к мужу, почему он не заявляет, например, в милицию, ну, то есть, в полицию, за... на то, что ваша мама преследует вас и прочее. Вот. Так, в целом, вы говорите, что у вас нет ключей от квартиры, где живет мама. Вашей маме ключей от квартиры, если они... ваши родители такие, то есть, знаете, вот, основной, основной момент, то, что вы постоянно делаете в первые шаги. Я не очень понимаю, зачем. Я не очень понимаю, зачем. А, семья... у вас нет, у вас нет семьи. То есть, ваша семья, это вот ваш муж и ребенок. Это семья. Родители, в данном случае, не семья, просто они, ну, ведут себя, откровенно, деструктивно. Ваша мама ведет себя так, как ведет, а папа все равно. Хотя, тут я не очень понял, в каких папах записи, когда уже происходит. Вот. Ваша мама психически, очевидно, больна, да, тут. И кажется, что за ней следят. Вот. Но это, опять же, связано с некой тревожностью и так далее. То есть, вам надо знать, что ваши родители гудоко несчастные люди. Гудоко несчастные люди. И, как бы, понять, что вы гораздо выше, что вы гораздо сильнее. Вот. Но, при этом, вы находитесь в позиции жертвы и не несете личной ответственности за себя, за своего ребенка, подвергая себя и ребенка опасности тем, что взаимодействует с мамой. Пытаясь вам ее задобрить или что-то еще. Так не работает. Ну, опять же, вопрос, да, вот, почему вы, почему вы приехали к маме, будучи беременной, зная ее поведение, зная ее характер, зная, как, как она собирается, вы сразу с ней проехали. Зачем? Какую цель? Непонятно. Понимаете? Вот. Поэтому, ну, тут, 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 вот, просто со всем этим нужно, нужно разобраться. Да, вот вы говорите, я не знаю, я не знаю, к вам обращаться, что делать, чтобы что делать. Вы их с целью определитесь. Вот. А еще лучше со своим мужем вместе с целью определить, вот, саму как, крайне, крайне неоднозначно получается ситуация. Вот. Такая вот история. На этом все. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова